Сустречи с жахарами малонаселенных и отдаленных от райцентра вёсок, консультации по правовых пытаниях и обмеркование проблем, які хвалюють мясцовые насильництва. Гомельское областное громадское объединение «Союз следших» сегодня протягивает проведение информационно-осветницкой акции в Светлогорском районе. Олег Сентеров потекавился эффективностью новой формы работы с вязковцами. Гомельское областное объединение «Союз следших» и снуекали полутора годов сирот основных задач – взмацнение правопарадков в громадстве и повышение правовой культуры насильництва, выезд супрацовников ОСК в малонаселенные вёске – первая подобная акция, проведенная по инициативе организации. Апробация прошла в Светлогорском районе. Для повышения ее эффективности в состав рабочей группы включили так само представников местовых органов урады, агентства по земельным кадастрам и червоных окрыжах. Это позволяет не только дать консультации по самым широким колепытанию, а дей провести первичное медицинское обследование. А причатого «Союз следших» пропануя за курс объединения провести анализ колодежной воды. Жахар-Веский затон Валентин Дрозд не выключая максимума сей забруженности, хоть на густ вода за его участка не вельмедренная. У колонки вода, скажем, после зимы. Сейчас там водой пользоваться не сможешь, потому что она ржавчина там такая. А здесь нормальная вода. Хотя взять соседей, насколько там ниже, уже совсем не такое качество воды. В Боровиковском сельском совете 10 вёсок, в которых проживают около 2,5 тысяч человек. Сустреца с усими немогчима, а ли три населенные пункты. Рабочая группа на протягу первого дня акции, наведывая, сопротивники Следующего комитета, увагу звертают на усё. В вёсце Александровка группа споняется, кля на разборанного дома. Сорчиня сельбы Конкамы дает ломочение. У этого подлинка есть господар, а ли никаких кроков по наведению порядка, и он не предпринимает. Сейчас проводятся мероприятия по сбору документов, по подаче материалов в суд, для того, чтобы признать этот дом ветхим и потом снести в последующем. В Боровиковском сельском совете вельми пригожая природа. Особливо добра, это станет бачено про снега кеденок, когда появится листья. А в причем, в этой лесу вельми богатые на грибы и ягоды. По великим рахунку, это место проживания для тех, кто дает первого тишине и спокою. Правда, часто это спокойно. Порушают сами вязковцы и дачники, яких у местовых везгах шмат. По часу встречи с сопротивленниками Следующего комитета, огучивается информация о великой колькости у везгах собак, у темнику бездомных. Справа доходит до того, что унуки, которые проезжают летом до бабуль, большую часть часа проводят на огородженной территории присядебного участка. Союз Следующих берет это питание на контроль. Когда к себе говорят о том, что твой пес ведет себя ненадлежащим образом на улице и создает препятствия для свободной игры маленьким детям, нужно об этом, конечно, задуматься. Не смог воспитать? Посади, пожалуйста, его на цель. Не выпускай его на улицу без поводка, без твоего присутствия. И тогда все будет у нас хорошо. Просто нужно уметь жить и договариваться между собой. Первый день информационно-освитинской акции областного союза следствий завершается с встречей с жахарами агрогородка «Хутор». Информация об криминогенной ситуации в районе, профилактике инфекционных захворений, обмерковании проблемных земельных питаний. В ближайший час у Гомельском областном объединении союза следствий сделают анализ эффективности проведенной акции, разом с тем, кто тоже зараз скажет об ожидании протягнутей у других регионов в области. Олег Синтеров, Валерий Копанько, телерадио компания «Гомель», Светлогорский район.